В 2016 году вышла моя научная монография «Метафизика климата Земли». В ней я изложил абсолютно новую климатическую модель Земли и показал, что в ближайшее время климат должен измениться так. Америка и США, а также Европа исчезнут, возможно, подо льдом. Юго-Восточная Азия также исчезнет и тоже, возможно, подо льдом. Арктика и Антарктика станут цветущими регионами. Россия останется без изменений. И вот, 2 июня 2018 года из Германии пришло сообщение, что климатологи этой страны буквально подтвердили, что возможен именно такой вариант развития климатической ситуации в мире. В прогнозе погоды, транслируемом на одном из наиболее рейтинговых телеканалов России-24, ведущий прогноза издевательским тоном сообщил о научном эксперименте немецких ученых. Немецкие метеорологи перевернули мир с ног на голову. Виртуально они выяснили, что будет, если Земля начнет вращаться в обратную сторону. Странное на первый взгляд исследование, но, замечу, абсолютно серьезное, провели сотрудники Института метеорологии при Университете Гамбурга. С помощью сложной компьютерной модели они развернули планету на 180 градусов и дали ей покрутиться так 7 тысяч лет. Объектами наблюдений были атмосфера и океаны. И вот результат. Прервем цитату и рассмотрим некоторые моменты исследования немецких ученых. Во-первых, это исследования явно библейские. В модель заложили библейское время 7 тысяч лет. Это те годы, которые якобы прошли от рождения Адама и возникновения адамитской расы. Придется покритиковать немецких ученых. Они игнорируют данные археологической и антропологической наук относительно возраста людей, проживающих на территории русской равнины. Это 50-е тысячелетия и позже. И это никак не связано с Библией. И потому счастливое общество детей настоящих богов. Но следуем дальше. Сам эксперимент немецких климатологов очень важный. Они смоделировали ситуацию, когда Земля перевернется на 180 градусов. Они выяснили, что будет, если Земля начнет вращаться в обратную сторону. В современной сферической модели Земли это означает, что она будет вращаться в другую сторону, вспять. И прежде чем продолжить видеопрогнозы погоды, я напомню свою климатическую модель. Суть моей климатической модели такова. Во-первых, при создании модели я исходил из того, что форма Земли не сфера, как сейчас все еще принято, а очень плоская чаша. По этой форме Земли на своем телеканале я выпустил несколько фильмов. А подробно концепцию чашеобразной формы Земли я изложил в той самой книге «Метафизика климата Земли». Кстати, отмечу, за эту книгу я был награжден медалью имени Михаила Ломоносова. Церемония награждения состоялась осенью 2017 года. Итак, в моей модели небо над чашеобразной Землей вращается вокруг оси, которые проходят через регион Москвы. Это центр мира. Соответственно, и климат вращается вокруг этой же самой оси. С нашей точки зрения мы привыкли считать, что не небо, а Земля вращается вокруг этого центра. Вращение неба происходит против часовой стрелки, если смотреть на Землю сверху. В результате такого вращения стороны света меняются местами. Естественно, меняется климат. Скорость такого вращения очень велика. На 90 градусов небо поворачивается за 259 лет. А немецкие климатологи заставили Землю перевернуться за 7000 лет. Временные характеристики не совпадают. Но сейчас никто не сможет однозначно ответить, кто прав, а кто не прав. В своей модели я провел выверку длительности климатического периода. Поскольку климатические изменения являются очень резкими, то в древности человечество воспринимало их в качестве ключевых моментов судьбы. Всякий раз при изменении климата начинался новый соответствующий период жизни, который отразился на орудиях труда, быте, культуре, искусстве. В своей книге «Метафизика климата Земли» я провел выверку исторических событий и показал, что в ключевых точках, где проходил поворот Земли и изменение климата, исторические данные отразили этот поворот специфическими событиями и запомнились историкам как специфические стадии в культуре. Предыдущий поворот Земли на 90 градусов состоялся в 1888 году. В культурологии это так называемое «новое время». Мир стал настолько другим, что пришлось менять точку отсчета мировых расстояний. Появился Гринвичский меридиан. Еще более ранний поворот Земли на 90 градусов состоялся в 1758 году. В этот год возник романтизм, появились романовы и состоялось реальное заселение Земли. В 1499 году состоялся очередной поворот на 90 градусов. И стиль, возникший в этот год, называется «ренессансом», то есть «возрождением». В этот год начала уходить вода после потопа. Сам потоп приходится на 1240 год. В этот год Земля тоже повернулась на 90 градусов. Стиль культуры выживших в то время людей называется «готика», то есть буквально «смерть». Самый ранний поворот Земли состоялся в 981 году. Это год выбора веры. В эту дату был сформирован романский стиль. В моей модели на кувырок Земли, то есть на ее разворот на 180 градусов, требуется 518 лет. А у немецких климатологов ушло 7000 лет. Но в моей модели Земля чашеобразная, а у них сферическая. Теперь рассмотрим последствия, которые я прогнозировал, используя свою климатическую модель. В 2018 году или чуть позже Земля повернется на очередные 90 градусов. Современный арктический климат переместится на территорию Северной Америки и Европы, где станет очень холодно. Европейский климат переместится на территорию Африки и Антарктиды. И там установятся нормальные условия для проживания. Антарктический климат переместится в Юго-Восточную Азию. И там возникнет новый Южный полюс. И, наконец, климат современной Юго-Восточной Азии переместится на территорию Арктики, где будет также очень комфортно. Теперь послушаем, какие прогнозы получились у немецких метеорологов. Очевидно, что от разворота явно выиграет Африка. На месте пустыни Сахара территория с более влажным климатом, примерно таким, какой сейчас характерен для Южного Средиземноморья. Также заметно смягчится климат Ближнего Востока. Сюда переедут типичные для Европы луга и леса. Увы, не всем так повезет. Большая часть Южной Америки и почти все США при смене направления вращения планеты превратятся в пустыни. То же самое ждет Юго-Восточную Азию, которая в настоящий момент, между прочим, является одним из самых влажных регионов мира. Нас, конечно, в первую очередь интересует Россия, но тут сказать особо нечего. У нас, как был холодный континентальный климат, так же он и останется. Ледяной воздух в Евразию будет, как и прежде, проникать через нашу страну. Правда, большая его часть станет улетать на запад, а не на восток. Поэтому в Европе будет так же холодно, как в Сибири. И даже на Черноморском побережье возобладает резко континентальный климат. Но это не страшно. Поедем отдыхать в Приморье. Там станет примерно, как сейчас в Ницце. Вы видите, что наши прогнозы совпали. Я не знаю, какую программу немецкие климатологи подкладывали под свои прогнозы. Они не афишируют ее. Но свои обоснования я в 2016 году опубликовал. Радует то, что и российские климатологи обратили внимание на это. Только жаль, что они, как всегда, смотрят на своих зарубежных родственников. И все пальмы переносства отдают им. Но таков режим оккупации. Что же касается воззрения ученых на природу космоса и форму Земли, то они очень сильно устарели. Даже в цитируемом прогнозе погоды нам показали какую-то лабуду. У них Земля по-прежнему летает в космосе и имеет возможность кувыркаться по своему желанию или по чужому разумению. Замечу, что подобные исследования, как ни странно, публикуются с забидной регулярностью. И занимаются ими климатологи со всего света. Но для чего? Первое предположение, а уж не готовятся ли они на самом деле к большим переменам? Насколько вообще реален сценарий разворота оси? Согласно одной из гипотез, изначально наша планета имела совсем другую скорость и, возможно, даже другое направление вращения. Однако 4,5 миллиарда лет назад, то есть спустя какие-то сотни миллионов лет после формирования, Земля столкнулась с другим небесным телом – планетой Тея. Как именно произошло столкновение? Лоб в лоб или по касательной? Какого размера была Тея? Об этом ученые спорят до сих пор. Однако считается, что именно это событие, во-первых, привело к появлению Луны, а во-вторых, раскрутило Землю в обратную сторону до плюс-минус нынешней скорости. Но сейчас планета как будто бы сама старается вернуться к изначальным параметрам своего движения. Установлено, что Земля год от года вращается все медленнее, но снижение скорости почти незаметное. За один век сутки удлиняются всего на сотую долю секунды. Очевидно, что само по себе направление вращения точно в ближайшее время не изменится. Зачем тогда ученые тратят энергию? Оказывается, практический смысл в подобных исследованиях все-таки есть. На фантастических сценариях обучаются новые компьютерные модели. В моей климатической модели Земля вовсе не космическое тело. Никакого космоса нет и не будет. Земля – это зона игры. И поскольку она игра, то она виртуальная. Еще одна цель подобных исследований – лучше понять процессы, протекающие на нашей родной планете. А это, в свою очередь, поможет повысить надежность метеорологических прогнозов.